Радио Болтком Доброе утро, Константин. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы постоянно уже привыкли к тому, что сыпятся буквально на наши головы рекорды, всевозможные температурные. И, кстати, вот как-то от рекордов жары сегодня пришли данные о том, что рекорд холода поставлен на 9 сентября по Латвии. И такие перепады, конечно, как-то очень удивляют буквально еще ощущение. Вот чуть больше недели назад мы мучились от жары, не знали, куда деться, 30 градусов. А сейчас скутаемся в теплые куртки и жалуются на то, что утром прямо вот очень сильно подмораживает. Ну да, уже в Мадоне было, вот минувшей ночью, было минус 1 градус. Это и есть рекорд, собственно говоря, для 9 сентября. И действительно, вот ровно 2 недели назад мы говорили о том, что сейчас вот жарко, но нужно претерпеть. И вот и пройдет еще несколько дней, и вот как раз похолодает, так скажем, жара спадет. Все, жара спала. Как говорится, молитвы были услышаны. Это к вопросу о том, что нужно быть осторожнее в своих желаниях. Ну и надо отметить, что в принципе, как это ни парадоксально может звучать, но сейчас мы мерзнем опять по причине зоны высокого давления. 2 недели назад из-за зоны высокого давления мы парились, была жара, а сейчас из-за другой зоны высокого давления как раз мы и мерзнем. Потому что зона высокого давления, она не означает, что должно быть обязательно тепло. Это ясная погода, а сейчас при низком, уже достаточно низком уровне Солнца, это, прошу прощения, выхолаживание Земли. Поэтому Земля, собственно говоря, и мерзнет. Опять же, вращение этого самого антициклона, он засасывает холодные массы воздуха. Так что, по большому счету, мы можем сказать, что все происходит так, как надо. Вот над Западной Европой сейчас очень мощный, очень мощный идет циклон, очень мощные дожги идут над Западной Европой, в южно, в районе Альп, там вообще грозы. Поэтому, в принципе, у нас тоже как бы можно было бы ожидать прихода этого циклона. Но вот как раз тот антициклон, который сейчас над нами, и который вызывает эти вот самые рекорды холода, заморозки, он пока как-то не сдает свои позиции. И, судя по всему, система будет в ближайшую неделю такая. Сейчас очень холодно ночью, ну, для сентября, для начала. И температура, если днем не будет шибко сильно повышаться, но где-то, может, доберется к следующей пятнице, к четвергу, до плюс 18-19 градусов. Самое же главное, будет повышаться ночная температура. От нынешних 3-5, вот в Риге ночью, да, она будет подниматься где-то до 10-11-12 градусов. То есть ночью станет теплее, разница в дневной и ночной температурах уменьшится, облачность будет переменчивая. Ну, вроде бы, до нас еще в течение ближайшей недели вот этот самый циклон Западной Европы не доберется. Ну, как раз вот эти перепады ночной и дневной температуры, они создают проблему, может быть, у людей, которые убегают на работу рано утром, и всегда проблема, как одеваться, потому что с утра, в самом деле, чтобы не замерзнуть, не промерзнуть и не простыть, хочется закутаться, а днем, наоборот, начинает пригрывать солнце, и это когда там 14-15-16 градусов становится жарко, и, наоборот, люди начинают раздеваться. То есть вот такого уже не будет на следующей неделе. Ну, вот уже должно уходить это. А насчет того, что разная температура, я могу сказать, что в свое время это было давно, 20 лет назад, правда, но меня поразила вот эта манера ходить с рюкзачками. И в Финляндии, это потом, я позже, в Испании, как осень, да, вот представляете себе, допустим, провинция Аликанте, да, Коста-Бланка, зима. С одной стороны, когда поднимается солнце днем, температура повышалась до 14-15-17 градусов. Прекрасно. Но ночью она падала до тех же самых пяти. А поскольку, как говорится, вечером, это как раз то самое время, когда люди отправляются поужинать, ну, где-то после 8-9 часов, не раньше. То есть как раз когда уже было прохладно. И вот это вот было очень интересно. Я смотрел, соседям не было видно. Вот, они отправляются куда-то, сразу берут рюкзачок, в рюкзачок положили теплые свитерки, и пока солнце, они идут в рубашках, а вот когда они возвращаются, они все достают из своих рюкзачков эти свитерки, и, значит, уже им тоже хорошо, тепло и комфортно. Я думаю, что нужно понимать, что рюкзак, он не для того, чтобы там книги или там ноутбуки носить, а рюкзак для того, чтобы носить там то, что называли раньше мягкой рухлядью, всевозможные мягкие вещи, теплые вещи. И к этому надо привыкать. Кстати, надо сказать, что в дальнейшем можем мы столкнуться с такой ситуацией, когда в течение дня будет очень сильно меняться температура, а следовательно мы должны быть в любой момент времени готовы, так скажем, встретить изменение погоды во всеоружии. Так, кстати, ведут на себя, например, жители Исландии. Мне очень понравилось, как один исландец сказал, что не стоит беспокоиться о погоде, она меняется каждые пять минут. Поэтому мы готовы к изменению погоды всегда. Вот сейчас мы собираемся на прогулку, за окном идет дождь. Не нужно думать, что когда мы выйдем из дома, не будет светить солнце. Или же наоборот совершенно. Поэтому нужно с собой иметь и дождевичок, и теплый светерок, желательно из натуральной шерсти. Поддержите отечественного производителя, как говорится, носочки нужно иметь сменные, а то вдруг вы промочите обувь. Первое дело, нужно парочку полиэтиленовых пакетов где-нибудь в боковом кармашке, пакеты для того, чтобы одеть сухие носки и засунуть ноги в промокшую обувь. То есть вообще есть такой набор, очень полезный. Вот сейчас мы же все во вторник стали получать СМС-ки от Министерства обороны приходили. САРКС, да. Да, САРКС, ЛВ, 72 часа. Но надо сказать, что такие советы, они существуют в странах северных, мокрых, восприименчивым климатом. То есть ты выходишь из дома, а у тебя уже все там заранее сложено. И пакетики, и шерстяные носочки, и может быть там еще что-нибудь, обязательно теплый свитер, дождевичок и все. Раньше мы обычно хвастались тем, что заботливо берем с собой зонтик, потому что может в любой момент дождь пойти. То есть теперь к зонтику добавляется еще несколько важных таких... Рюкзачок, еще маленький симпатичный рюкзачок, в котором лежит вот этот вот набор. на случай, если вы сильно промокнете. И резко изменится температура. Вот если, конечно, шутки встал, то нужно сказать, что вот такой скачок температуры очень многих людей, особенно людей, страдающих хроническими заболеваниями, пожилых людей, людей старческого возраста, очень сильно, называется, достает. Вот, потому что очень многие люди жалуются последние две недели, ну, последние где-то вот больше чуть неделю, о том, что немногим жалуются то, что тяжело дышать, что вот непонятная какая там лявость их мучает. Вот, вроде бы ничего конкретно не болит, а вроде бы как-то некомфортно. Вот, это тоже считается, что это может быть как раз следствием вот такого резкого изменения. То жара, 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 а теперь позвольте, как говорится, вступить чуть ли не в предзимье. Вот это очень важный момент, и не всегда люди переносят это хорошо. Не все. Является ли это, ну, чем-то, что будет нас сопровождать всегда? То есть теперь вот мы все-таки живем у моря, мы привыкли к тому, что у нас не меняется настолько резко такой климат, как континентальный. То есть море, как аккумулятор тепла, вроде бы не позволяло таким резким перепадам температуры. Что изменилось? Ну, а как? Можно же прямо сказать, что, смотрите, на берегу Балтийского моря в той же Риге, ну, ночью температура опустилась до плюс четырех, плюс пяти, да? Но заморозков нет. А вот в Маду они минус один. Это уже заморозки. Все. То есть, в принципе, чем дальше от берега моря, то есть Лат-Галлия, она ясно будет переживать такие вот больше скачков, чем, например, та же Рига, Венспин, Слепая, Юрмала. То есть здесь, да, самое нелюбопытное, что с точки зрения, например, выращивания садовых культур, как раз действительно вот на побережье с одной стороны у вас не будет жары, но с другой стороны у вас и не будет экстремального холода. Вот как бы так. Ну, вот, говорят. Но мы должны понимать, что в принципе усиление будет, потому что вот сейчас было, сегодня пришло сообщение, что по данным суммирования наблюдений, это лето стало самым жарким в Европе за всю историю наблюдений. Ну, история наблюдений, прямо, скажем-то, не шибко такая длинная, да. Примерно регулярно, более-менее регулярно начали наблюдать это всего 250 лет назад. Так что, как говорится, все остальное – это описание явлений, а не конкретных изомеров температуры. Я еще напомню, что всего 150 лет тому назад было не совсем понятно, каким градусником пользоваться. Вот, например, ладно, мы слышим вот здесь, живя в Европе, мы пользуемся Цельсием. Мы помним, что у американцев очень они любят Фаренгейта, да. Да. Удивительная шкала, у которой ноль – это температура плавления снега, смешанного с солью, а 100 градусов – это температура человеческого тела. И кроме этого, ведь была бы еще шкала Рео-Мюра, она как бы перевернутой Цельсией. И, в общем, на самом деле были всякие разные шкалы. Поэтому зачастую, когда видно какую-то запись, иногда так, ну, в общем-то, специалисты быстро переводят одно в другое. Но очень часто не было этих никаких градусников и описывались природные явления. Вот что происходило там, выпал иней на листве, а вот уже на высокой траве иней не выпал. Какая была температура? Ну, ясно, что на листве было ниже нуля. Но сколько было ниже нуля? Мы не знаем. А вот где-то последние полторы сотни лет уже действительно, да, болееорганизованные наблюдения, уже какая-то возникла четкая статистика. Вот так вот, за все это время такого жаркого лета в Европе не было. И оно даже перебило рекорд прошлого, 21-го года, которое тоже называли самым жарким. И возникает вопрос, а какой будет зима? Это, наверное, больше всех волнует. Мы об этом уже говорили, что есть прогнозы о том, что зима будет в общем-то, в общем-то, в массе, как говорится, чуть выше среднего. А чуть выше среднего, это же, между прочим, ниже нуля. Все равно. Но, тем не менее, тем не менее, а может ноль, понимаете, то есть тут очень важный момент. Граждус 2, и уже как бы вместо снега у вас каша или дождь. А, у нас звонок, ну вот сорвался звонок сейчас, он, да, при нем. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Вы знаете, по поводу одежды. Вот мне рассказывали, что в Исландии там они ходят в свитерах, в носках, иногда в свитерах зимой даже без куток. Ну что, натуральная шерсть. А вот где сейчас найти эту натуральную шерсть? Куда делать все автводство? Латвия же тоже славилась. И мы будем замерзать этими акриловыми свитерами. Спасибо. Спасибо. Ну, во-первых, нужно сказать, что, конечно, и у нас можно купить то же самое свитер из натуральной исландской шерсти марки Хекла, например. Вот. Это не реклама, это факт. Хекла вулкан у них самый главный. Поэтому у них там полстраны этим именем. Ну, факт фактом. Исландцы выращивают свои породы, овец, и, собственно говоря, придут шерсть. Норвежская шерсть, шерстяные изделия. Ну и совершенно правильно, что, в принципе, у нас же тоже есть пряжа. Вот. Я вот сталкивался, общался. Например, тут в Риге у нас есть женщины, пожилые женщины, общество возможностей для пенсионеров. Так вот, они периодически ярмарки устраивают. Так вот, они как раз мне и говорили, что они ездят специально за город, вот, выделяют самого подвижного, активного члена из своего общества. Они выезжают в провинцию. И вот в провинции они покупают местную, в том числе местную, крестьянскую пряжу, натуральную. Вот. И из нее вяжут, вяжут носки, свитера и все такое прочее. То есть, в принципе-то в Латвии есть овцы, есть это. В Литве, например, очень активно стало развиваться овцеводство в Бержайском районе, например. Я знаю, что там действительно тоже можно купить и пряжу, и изделия из натуральной овечьей черсти местного, так скажем, местного выращивания. Сам видел эти стада овец, которые пасутся на литовских привольных лугах. Так что, в принципе, наверное, можно. Другое дело, что акриловая одежда дешевая, а натурально шерстяная дорогая, потому что тут же еще ведь, смотрите, это же ее собрать, вычесать, с ней куча возни технологической, с натуральной шерстой. Так что, кто может себе позволить, конечно, они могут найти сейчас изделия из натуральной шерсти. Ну, а большинство, да, придется больше одевать акрилы на себя, что тут ничего тут не поделать. Насколько вот это все-таки зима действительно будет такой суровой, что придется нам, как там были советы, бегать по лестницам и надевать на себя там по два свитера? Я не знаю, зачем бегать по лестницам, наверное, чтобы согреться. Нет, идея-то заключается в том, что зима будет теплее стандартной величины, но периодически будут прорывы холодного воздуха из Арктики, когда будут падения температур. Кстати, вот что удивительно, по-моему, в августе, да, в конце августа известный латвийский фенол, фенолог, то есть наблюдатель природы, господин Букс как раз тоже написал в своем твиттере, что будет падение температуры аж до минус 30, но это прорывы, то есть на несколько дней, потом будет опять что-то все возвращаться. Прорыв воздуха вот такого холодного, это, естественно, связано со снегопадами, то есть будут снегопады, но они будут сменяться оттепелями, то есть, в принципе, это будет такая, такой сумасшедший дом, то будет теплее, то будет холоднее, но факт фактом о том, что мы к этому должны быть готовы. Так, у нас еще один звонок, здравствуйте. Доброе утро, небольшая реплика, вот слушательница звонила, да, где взять черт, пряжа. Эту пряжу уже готовую, можно купить на этих, на базарчиках, всюду только вяжи. Но дело-то в том, что, как раньше, в школе девочек уже учили вязать, и они, я помню, в свои еще молодые годы, молодые девушки вязали себе красивые вещи, все, а сейчас в школе девочек учат совсем другому, это, это, и никто из них не умеет вязать, так что, кто им всем будет вязать, если сами не научены, значит и не будет. Спасибо. Спасибо, да, сейчас он учит скорее делать селфи в Твиттере. вы знаете, что тут девушка, я вот, например, мой первый боцман, то есть, боцман на моем первом экспедиционном сутке, в который я отправился студентом, он во время непогоды, нельзя было работать, он сидел себе спокойно и вязал, и вязал крючком, вот, его, что называется, вязание, типа свитеров таких, конечно, без содрогания на него смотреть было невозможно, но, тем не менее, это были добротные, плотные, такой, толстые вязки, шерстяные вещи совершенно непонятного цвета, потому что он вязал из любой шерсти, которую мог найти, ну, главное, чтобы это шерсть была, и поэтому это было какое-то, знаете, любой бы сюрреалист или авангардист бы, конечно, бы удавился от зависти, глядя вот на эти вот шедевры Боцмана, но, тем не менее, Боцман очень гордился и считал, что вот он один из последних представителей морского племени старого, еще по, он начинал работать на парусном судне, на, не на учебном, а на самом, что ни на есть, торговом, и вот он говорил о том, что он говорит, это тогда уметь вязать было достоинством уважающего себя моряка, потому что вязали и коврики, и вот эти теплые фуфайки на себя, это, он говорит, старинное морское искусство. Вопрос, мне кажется, в, знаете, как в том анекдоте про крысу и хомячка, как говорится, имидж у тебя плохой, крыса, вот тут что и важно, то есть, если бы вязание искусства пропагандировалось как что-то модное, крутое, то тогда бы очень быстро и курсы бы открылись, и все, что угодно, главное, чтобы какие-то вот это decision makers, люди популярны, показали бы свое, мы же действуем зачастую благодаря в том числе сети, по принципу, как говорится, вот все идем за лидером, если не сказать грубее, поэтому, да, с одной стороны это искусство сейчас как бы теряется, но с другой стороны по счастью есть еще люди, которые владеют им совершенством, я, например, такие изделия видел в наших латвийских мастериц, пенсионерах, что я плохо себе представлял, как они это делают с помощью обыкновенных стилей. Ну вот мы, кстати, не в первый, я думаю, не в последний раз в этой программе «Климат-контроль» говорим о том, что старые, забытые какие-то, может быть, навыки, тренды, тенденции возвращаются, говоря о том, что когда-то ремонтировать вещи считалось дурным тоном, нужно покупать новые, а сейчас это становится наоборот модным, популярным. Может быть, и вязание, учитывая вот такую, действительно, если потребность, необходимость экономить энергию и согреваться подручными методами, может быть, и вязание станет снова модным трендом. больше, чем за последние полвека мы привыкли к тому, что энергия, тепло, оно как бы мастхеф, оно есть, вот, и можно особо по его поводу не париться. Например, в той же самой Западной Европе, где с энергией уже несколько, после того, как они вырубили большую часть лесов, вот, с энергией стало как-то дороже она сделалась, вот, как раз и выросла вот тогда культура экономии энергии и культура, так скажем, теплого одевания дома. Вот это очень интересно. Мне в свое время довелось в холодное время года оказаться, несколько раз я оказывался специально в маленьких немецких городках, это близ Альп, Шварцвальд, и там совершенно мне понравились замечательные такие гастхаусы типа альтельщики, которые в том числе прикольные были те, которые построены еще в 19 веке, то есть они с 19 века как гастхаусы работают, и они в спальные комнаты были неотапливаемые, зато прошу прощения, я спал на какой-то совершенно потрясающей перине, а закрывали меня тоже совершенно потрясающим толстым пуховым одеялом, причем в комплект спальный кроме полотенца, ну там вот этих всех принадлежностей, это все, как обычно, еще был такой теплый шерстяной колпак на голову с такой хисточкой, почему? потому что в помещении было ну и два градуса в 14-13 на полу лежал мощный такой как ковер причем на этом ковру и можно было встать и тут же рядом умывальник был на таких ножках там вода все но вода слава богу не в кувшине а в кране но тоже холодная вода никакой горячей воды там и не предусматривалась а чтобы не бегать по коридору в туалет по холодной было под кроватью большое фаянсовое судно по размерам как вот верхняя часть современного унитаза только это судно было чуть ли не 19 века украшенное сценами псовой охоты и показывало мне все это огромное такая с меня ростом такая гретхен которая так спокойно объяснила что вот холодно ходить до туалета а тут пожалуйста все есть все рядом а потом что интересно что кровать перед тем как пришел я спать они грели электрогрелкой говорили что раньше была специальная такая сковорода на ручке на длинной залитой свинцом то есть на плите грели эту сковороду заносили под одеяло там все нагревалось и ты раздевался и прыгал вот туда под одеяло и хорошо тебе было в этом колпаке шерстяном то есть культура жить в условиях холодного плохо согретого помещения она что называется имеет тысячелетнюю историю прямо скажем и они они в значительной мере более готовы к вот этим самым условиям чем мы но нам не нужно себя посыпать голову пеплом например финны которые не жили при советской власти так скажем но они тоже любят тепло и шведы северные вообще все северные народы очень ценят тепло но вопрос заключается в том насколько вы готовы за это тепло платить несомненно я рад что есть наши радиослушатели которые спокойно смогут оплатить тепло по тем ценам которые будут им будет хорошо они могут не менять свой стиль жизни а вот тем у которых эти цены вызовут большие затруднения вот как раз нужно думать уже сейчас покупать теплые настоящие вещи и думать о том вот как вот сейчас вот я на днях созванивался с моей коллегой в Германии которая говорит а что минувшей зимой мы ели спали и работали за своими компьютерами в одной комнате остальные комнаты мы не обогревали в одной комнате двухэтажного дома заметьте дом двухэтажный люди имеют двухэтажный дом два автомобиля у них все как положено и тем не менее они ради экономии отапливали только одну комнату и санузел но ведь действительно получается очень странная парадоксальная ситуация у себя дома мы прогреваем значит квартиру в которой проводим по большому счету лишь половину времени потому что мы уходим на работу и вот это тепло которая вот энергия которая была потрачена на то чтобы и тратиться постоянно то есть батареи же работают они работают в холостую согревая в общем-то пустую жилплощадь потому что нас на протяжении всего дня дома нет ну вот том-то и дело что в принципе конечно мы еще не дошли до того чисто по целому ряду причин чтобы в каждой квартире отдельно регулировать и платить за свой так скажем персональное тепло но по крайней мере сейчас вполне доступны системы которые позволяют регулировать подачу тепла на все здание и вот это уже я могу сказать это уже опыт есть что это действительно здорово снижает часть счета в средине дня температура во всем здании снижается потому что уменьшается отбор теплоносителя отбор тепла плата идет за количество тепла вот а к вечеру опять увеличивается отбор и когда люди ложатся спать он больше а потом опять-таки на ночь снижается такая вот система вот такой два раза в сутки подъем снижения температуры уже приносит экономию и это уже технически возможно даже в наших вот этих многоквартирных домах в жилых районах поэтому это та вещь которую в принципе нужно будет внедрять весьма активно так что готовим грелки вяжем шерстяные носки шапки специальные колпаки для ночного ночного сна и готовимся к тому что придется нам сильно экономить этой зимой спасибо большое климат-контроль Константин Рангс был с нами на прямой связи всего доброго до следующей пятницы до свидания радио болтком моот которые Frontof